В республике Коми на реке Колве обнаружена радужная пленка. По информации Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Ниньского округа и МЧС, источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ожского месторождения. С места происшествия вернулась межведомственная рабочая группа. Это граница Ниньского округа и республики Коми, правый берег реки Колва. В 8 километрах отсюда находится Ожское месторождение. Ну а здесь, накануне, произошла утечка нефтесодержащей жидкости. Черная вода по склону спускалась к реке. Разгерметизация в Дюкере произошла 11 мая. Утечку обнаружили при плановом осмотре нефтеналивного коллектора. К месту происшествия сразу же направили группу аварийно-спасательного подразделения нефтяной компании. К ликвидации последствий приступили 44 сотрудника. Собирают нефтесодержащую жидкость сразу несколькими методами. Для предотвращения растекания и попадания в реку развернули боновые заграждения. Также применяется сорбент. Полторы тонны уже на месте разлива и еще пять тонн в пути. На уборку задействовали две единицы тяжелой техники – экскаватор и бульдозер, а также три лодки. Оперативно персонал сработал, отключил нефтепровод от системы, остановил скважины, прекратил поток подачи жидкости в трубу и произвели локализацию данной трубы. Прекратили выход жидкости, чтобы не было растекания. Для оценки масштабов разлива по поручению губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного на место происшествия оперативно прибыли представители межведомственной рабочей группы. В нее вошли представители Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС, полиции, Следственного комитета и регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК. Совместно с компанией-недропользователем организован вылет на месторождение. Сейчас мы находимся здесь, видим, что сама утечка уже прекращена, то есть перекрыт трубопровод и остановлена работа скважин. Соответственно, нефть больше не поступает и на текущий момент угрозы дальнейшего распространения в реку нефтепродуктов нет. Осмотрев место разлива и взяв пробы воды, природозащитники отправились вниз по течению реки. Теперь колву осматривают с воздуха. Решено сделать еще две посадки для контрольного забора проб, чтобы оценить нанесенный экологию ущерб. Отобранные пробы воды будут доставлены в лабораторию Центра природопользования и охраны окружающей среды. Результаты будут готовы в течение двух дней. По факту происшествия Наринмарским отделом Следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.